Как сегодня выглядят поля, с воздуха оценил руководитель региона. Затем Вениамин Кондратьев пообщался с трактористами и комбайнерами одного из крупных сельхозпредприятий в Кореновском районе. Его приезд совпал с обеденным перерывом у колхозников. За столом говорили о качестве урожая, об уборочных и посевных работах. Рассказали Кондратьеву и о жизни на селе. С каждым годом заниматься хозяйством, выращивать овощи или держать животных становится все невыгоднее, жалуются крестьяне. Молоко вообще по дешевке покупают 15-17 рублей. Вот у населения принимают. Возьмите, 900 грамм стоит 45 рублей. В магазине. И вот я тоже продал всех коров, потому что мне невыгодно, смысл. Все купи, все купи, и я еще и в убытке остаюсь. Кубань всегда была зажиточная. Сегодня это понятие относительное. И это тоже правда жизни. Сегодня нет у них условий для зажиточности, потому что они не могут стать зажиточными. А моя задача – вернуть селу тот образ, который был изначально. Все всегда с Россией или с остальной части России приезжали и говорили, как вы тут живете, у вас тут всего много и всего вдоволь. Давайте пока держимся, пока держаться. Я максимально приложу усилия, чтобы все-таки при вашей поддержке создать систему, чтобы село жило. Оно должно жить. Другого пути нет. После Вениамин Кондратьев отправился в Тимошевский район. Здесь глава Кубани посетил кондитерскую фабрику. Каждый день с конвейера предприятия на прилавке магазинов выходят десятки килограммов печенья и пряников. Кондратьеву показали весь процесс их производства с самого начального этапа до фасовки и упаковки. После чего здесь же, на территории фабрики, руководитель региона собрал первое заседание Краевого аграрного совета.